Проверить зубы, сдать флюорографию и даже посоветоваться с диетологом сегодня можно в одном месте, прямо на площади советов. Для улангденцев стартовала ярмарка здоровья и, как мы видим, пользуется она большим спросом. Очереди везде огромные. Желающих проверить сахар, холестерин и гемоглобин на свежем воздухе хоть отбавляй. Времени просто не хватает и выделить отдельно, ну как бы не получается. А тут, ну как бы мимоходом, почему нет? Мимоходом в палатке забегают мамы со своими детьми. Никакой записи и очередей, а диагноз и рецепты сразу. Мимо проходили, а нам по зубам у нас все молочные и режутся еще зубки. Вот мы решили пройти, зайти, нас как раз пригласили, удобно, конечно. Тем более, три годика. Да, нам сказали, что у нас задние зубки нужно с внутренней стороны хорошо почаще чистить. Особенно много желающих попасть к мамологу. Не секрет, что специалистов по этому виду женского здоровья у нас мало. Чаще стали интересоваться жители и онкологическими заболеваниями, и их проявлениями. Не сидит без дела и врач-диетолог. Людей на АПП в республике тоже становится больше. Но здесь главное не перегибать палку. В Сибири однозначно отказываться от мяса нельзя, потому что у нас погодные условия очень суровые. Это требует больших энергозатрат. Соответственно, в первую очередь в достаточном количестве питания должно быть содержание белка. Ну а настоящее столпотворение в донорском фургоне. Врачи говорят, желающих сдать кровь слишком много, но принимают всех. Когда приходят доноры близлежащих организаций, ну очень много потенциальных доноров, которые хотят быть донором. То есть если по показаниям проходит, то самое главное, чтобы человек был здоровый и уверен в своем здоровье. Сложно отпрашиваться с работы, но тут раз и с работы отпустили. Есть возможность прийти, сдать и выполнить свой какой-то долг. Такие выездные мобили – прекрасная возможность для офисных работников, таких как я, прийти в середине рабочего дня, тем, кому не так-то просто отпроситься с работы. Поэтому наша съемочная группа присоединяется к ярмарке здоровья и посмотрим, подойдет ли наша кровь, и возможно, мы спасем чьи-то жизни. 450 миллилитров и донорский путь начат. Полезными советами специалистов сегодня воспользовались сотни горожан. Профилактическое направление здравоохранения самое основное. Болезнь легче предупредить, чем лечить. Ярмарка о здоровье стала традиционной. Ее проводят в рамках Дня города Комитет по социальной и молодежной политике администрации города и Совет ветеранов Улан-Удэ совместно с Минздравом. Сегодня было представлено 20 медицинских учреждений. Главная цель – привлечь внимание населения к здоровому образу жизни. Мария Латышева, Батогармын. Новости дня.